Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Притча Соломона, 9 глава, 11-1. Идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мое растворенное. Часто в храме считается это и на церковнославянском языке, вся глава, и объяснений никакого не дается. У меня сотни проповедей еще готовы сказать, и только ночью сегодня мне Господь указал, я верю это от Господа, объяснить, что такое премудрость. Можно говорить, призывая к покаянию, а можно путем разъяснения человеку дать понять, что мы окружены незримыми глазами, примерами, которые Бог дал нам. Мы сколько раз видели, как пчелы летают? Разве мы муравьев не видели? Но вот считаем шестую главу, притча, и говорит, пойди к муравью и поучись у него. Он знает погоду. Вот синоптики, они многое знают и часто ошибаются. Ясная погода, в это время прямо им в крышу град падает. Слово есть мудрость и премудрость. В простонародье такое выражение есть. Мудрость – это знать, как правильно выйти из тяжелой обстановки. Попал в яму, арестовали, что-то потерял, случился пожар. А премудрость знает, как не попасть туда, как не допустить этого, как принять предохранительные меры. Вот это большая разница. Одно дело по уголькам ходить, другое дело сохранить. Маленькая статистика. 28 раз в книге неканонической премудрости Соломона упоминается это самое слово – премудрость. В одной книге 28 раз, в канонической во всех 50 книгах 48 раз, в неканонической 57, итого 105 раз. Говорится о премудрости. Мы немного сегодня коснемся, чтобы везде увидеть эту премудрость Божию, нечеловеческую. Мудрость человеческая изощряется на зло. Изобрели метательное орудие, разбили город. Теперь придумали вакуумные, другие бомбы. Есть такие сегодня бомбы, этнические. Они разрываются. И умирают люди, допустим, с темной кожей. Или по национальности. Даже не верится это. Это мудрость. Но премудрости там нет и капли. Мы будем сейчас считать две главы. Напредите, память. Вы это все видели, знаете. Но, Господи, покажи нам глубину этой твоей премудрости. Я нашел, что люди не знают одного стиха в этой книге премудрости, без которой все остальное не в том состоянии понимается. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие не погиб, но имел жизнь вечную. Знают? Центральный стих Библии. Иоанна 3,16. Бог есть любовь. Знаете, да. И вот везде говорят, Бог любит грешника. Ну, ненавидит грех, как будто грех это отдельно, а грешник отдельно. Это вместе написано ненавидит. У нас же он написано. Ты оставил меня, говорит Господь, потому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Иеремия, 15,6. Это Бог говорит. Бог любит всех. Нет. Он ненавидит грешника и истребляет его. В премудрости 7,28 написано. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Вот на этом мы и остановимся. Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Можно ходить в храм, молиться, прищищаться и оказаться на левой стороне. Богу не надо отдавать 15, 20, 99 процентов. Афон говорит, всем умом, всем сердцем, всей крепостью, всем разумением твоим, всей душою твоей. Вот это первая, наиважнейшая заповедь. А вторая полностью зависит от ее. Любить ближнего как самого себя, не больше. Как. И вот мы сейчас продолжим читать. Снова считаем. 9,1. Я каждый стих буду коротко разъяснять. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его. Говорится как о какой-то личности. Это настолько непонятно. Построила. А строить может тот, кто это живой разум. И дальше мы увидим, как она призывает. Так что протопоп Авваку. Прямо называл четвертым лицом троицы. Так как они сильно в Пустозерске с Федором там поссорились из-за этого. Премудрость. Это считается в церкви по определенным праздничным дням. Без объяснения. А без объяснения ничего и нет. Канон Андрея Крисского считается на 4 дня. Первый начинается неделя поста. А на пятый за один день. Мы в занятиях в университете, я объяснял это, потратили несколько месяцев, чтобы разъяснить канон Андрея Крисского. Это глубина покаяния, но нету благодарения обращенного грешника. И нету слабословия спасенного, записанного в книгу жизни. Ну у нас это все есть. С церковью мы в Барнауле так и молимся по ним. И далее по одному стиху. Заковала жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Прямо видно, что разумная. А что такое мудрость, премудрость? Считаем. Философия. Что-то филе любить, софия мудрость. Это два слова, соединенные вместе. А пре означает выше это. Как говорят, терпения нет. Нет терпения, переходи на долгое терпение. Мудрость нужно перевести в премудрость. А об ней мы сейчас узнаем. Кто она? Послала слух своих провозгласить с возвышенности городских. И далее считаем, для основных людей. Кто неразумен, обратись сюда. Искуда умному она сказала. Идите, ешьте хлеб мой и бейте вино, мною растворенное. А то она говорит, премудрость. А мы знаем, что как личности премудрости нет. Это речь идет о Святой Троице. Обратись. Люди многое знают, учатся ораторскому искусству, познания, учителя, курсы особые окончают. Все обратитесь туда. Самой жил брат Виктор, Илья с ним тут был. Он идет в школу. Я говорю, зачем? Да учеников портить. Один ответ. Почему? Я по программе иду. А программа-то что утверждает? Программа-то утверждает, что само по себе какой-то коллапс был, взорвалось. И там появились планеты. На планеты. Потеряем. Это очень хорошо можно понять. Вот когда полностью затмение и не затмение луны, а луны не видно. Выйдите, посмотрите на безоблачное небо. Голова закружится. Если вы в астрономии понимаете. Расстояние невообразимое. Есть такая планета, обнаруженная Арктур. Она в несколько раз в диаметре больше, чем наше расстояние до Солнца. Это даже вообразить невозможно. 125 миллионов километров. Это даже нельзя сказать. Вот мы проехали 40 километров, тысяч километров. Это вокруг земного шара по экватору. Ну, совсем маленькая планета, но она одна. Другой такой нет. Все с точностью до одного градуса. До одного процента. Если бы было больше кислорода, сгорела бы земля. Меньше нет дыхания. Кто это устроил? Был такой философ Монтейн. Он объяснял так. Отрицать Бога у гроба ближнего человека и подзвездным небом может только явный идиот или преступник. Выбор небольшой. Выбери для себя. Атеисту любому скажите. К какой категории ты относишься? Кто сотворил? И по ним сверяют. Я уже напоминал однажды. Знакомый был с одним баптистом. Добрый, хороший человек. И он наработал. Ну, как сказать. Поезда водил. И в определенное время прийти. И у него 30-летний стаж. И он говорит, я ни разу не смог привезти поезд вовремя. Секунды какие-то. Это все равно опоздание или вперед. А это гигантские расстояния. С точностью неизвестно до какой. Есть такие урановые часы сегодня. За 2000 лет погрешность одна секунда. Но эту секунду надо было найти где-то. А с чем сверяли? Небом. С Божьими часами. А почему они не останавливаются? Как Исаак Витон сказал. Время от времени. Всемирный архитектор с большой буквы подкручивает пружину. Ты научись во всем видеть премудрость Божия. Считая 138-й псалом. Человек что-то за себя думает сделать, а уже все у Бога известно. За родыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них не было. А что мы будем сегодня стоять? Вот так говорить. Кто-то дал весь такой, будто бы священник сказал, благословляю, храм не хотят. Я уже объяснял это. Мы не знаем обстановку, было это так или нет, но этого не может быть. Почему? Писание говорит, не оставляйте собрание вашего. Собрание не по домам, не в самоизоляции. Не оставляйте собрание ваше, как есть обычно у некоторых. И дальше поясняется. Золотовый скотч очень хорошо объясняет. Здесь и пение другое, здесь и ангелы, и все остальное. Поэтому мы здесь собираемся. А кого нет, просто помолитесь о них. Да, так. Я не объясняю, не углубляюсь, не отрицаю. Я просто говорю, как говорит нам премудрость. Не оставляйте собрание ваше. Заболели? Сидите дома. Больные? Да. Это другой разговор. Итак, премудрость Соломона, это книга экономическая, 1.4, говорит, в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху. Вот все заключается. Не в таланте, который тебе дам. Да, сами посмотрите. Бывает, родится ребенок, девочка. И у нее все данные бабушки. А бабка готова умутрость. И она и ходит, как я так же. И говорит, и у нее наклонность к такой музыке. Ну, тело еще может, глаза голубые. Но как духовное может передаться с плотским защитителем. Ну, если математические наклонности у какого-то пасхаля, они отождаются в детях. Как это? Премудрость. Так и далее. Оставьте неразумие и живите. И ходите путем разума. Далее. Это премудрость нам говорит. Путем разума, путем священного писания, познания Бога. Мы о Боге ничего не знаем, кроме написанного в Святой Библии. Так должны научиться. И когда говорится о Боге в Библии, грубо говоря, мы скажем, что это не так. Бог говорит применительно к нам. О Боге нет слов в словарях наших. Одно только знание. Не познаваем. Невидимы. Единосущные строицы. Нераздельные, не слиянные слова, которые в жизни у нас не употребляются. И мы должны их говорить с великим благоговением. И где бы ни были сказать. О Боге можете не спрашивать. Он всюду. В любом растении. Когда стали узнавать, какие болезни у нас лечатся, а какие не лечатся. А я говорю, такое лекарство есть. От этой болезни? Да. А какое? Ну вы ее пить не будете. А как? Ну показывают там в Бразилии, Латинская Америка. Вши человеческие, смешанные с клопами при определенной температуре, определенными каплями глотать. Другой согласен за предыдущую болезнь, чем такое лекарство принимать. Мы вот здесь-то ходим. Ведь мы мало-мало что знаем, что у нас под ногами. Подняли войну против корня солодки. Оказывается, Китай употребляет ее более двух тысяч лет, примешивая ко всем абсолютно лекарствам. Бьюсово сейчас говорят такое, там, неизлечимая болезнь. И это неправда. Немецкие ученые показали. При останавливании болезни полностью удаляет ее самая простая черноплодная рябина и корень солодки. А ты испробуй это. Организм подскажет тебе. И наш организм связан с тем, что вокруг нас. И ноет как бы мы. На север ей деньги заработал. Деньги заработал, теперь буду на курорте южном. Год полтора метра. Ты должен придерживаться питания того, которое земля это приносит. Не ананасы, не бананы. Это самая здоровая там морка, все окно, что тебе будет давать. И в этом премудрость наш организм уже настроен на это. И не надо думать, а я пообедал на 3000 рублей. Можно пообедать дешевле. И душа твоя будет с тобой. И далее. Получающий кощунника наживет себе бесславие. И обличающий нечестивого пятно себе. Слушайте дальше, до конца до счетов. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Эта премудрость начинается. Я вчера говорил на тему быть довольным. Удивительные слова говорит нам Господь Бог. Напомню еще раз. Один раз только говорится в Библии, в Новом Завете, благодать на благодать. На Моисеев закон перешел в закон Христа. В Ветхом Завете тоже один раз. И благодать на благодать, а жена стидливая. Даже думаешь, какое сходство. В этом тоже многое зависит. И жизнь, и друзья, и спасение, и молитва, и все остальное. Евангелие от Иоанна 14. Евангелие от Иоанна 14, глава с 15 по 24 стих. Слово мудрость 209 раз упоминается. Премудрость 105 раз. Если любите меня, соблюдете мои заповеди. Проверьте, любишь ли Бога, заповедь главная. Соблюдите заповеди. Как заповеди можно соблюдать, когда Библии не было? В 982 году крещение. А перевод в 1876. Почти тысячу лет не было. Вообще не было Библии в народе. Евангелия не было. Мы даже не понимаем, какая трагедия постигла нашу нацию. Если Библия переведена, опять же, это делали люди в этот как раз период времени. Больше всего препятствовали священники, митрополиты. Боялись Библию. Император тоже сделал запрос. Я лично не раз спросил, как можно было против перевода бороться. И царство, какая причина-то, что нельзя. Ваше Царское Величество. Если в Библии это переведут на русский язык, в России революция будет. Мы же все заблудили. Это митрополит Пилареет говорит. Ахиллух. Как это так? А так. Когда стали смотреть, отпевали кого. И все на обмане. Нигде в Библии нету, чтобы человек не верил, а вымолить его. Вымолить. Да нет этого выражения вымолить. Это православная уже наработка. А вот он умер, теперь мы жертвуем, мы несем. Да, это вы, да, индульгенция. Да, это и у католиков есть. За деньги все можно сделать. Нельзя. И так, что все 97 тезисов Мартина Лютера, они на пустом месте. Потому что дальше нельзя было никак идти. Бога люди не знают. Нам Бог это открыл. Понесем эту весть дальше. И далее. И я молю Отца, и даст вам другого Утишителя. Да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не увидит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю Его, и явлюсь Ему сам. Иуда неискоревод говорит Ему, Господи, что это, что Ты хочешь явить себя нам, а не миру? И Иисус сказал им в ответ, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает Слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое на пославшего Меня Отца. Второзаконие 4.37. Слово «премудрость» впервые встречается, когда Бог давал какую одежду сделать огромную. Думаешь, какая премудрость? Здесь глубже, здесь отделить, посвятить. Не в одежде дело, а в самом образе жизни. И когда сыновья первосвященника Ильи поступали не так, Господь убил и разрушил, и Кольщев пошел в плен. Вера православная, она от Бога, но ее люди не знают. То, что под православие сегодня выдается, она далеко отстоит от истины. Мы должны исповедовать Христа и проповедовать. Кто не исповедует, того и Господь не исповедует. На исповеде, а о чем спрашивают главную? Ну, главный грех – это блуд, прелюбодеяние. Да, на работе даже покаяться не могут. А ведь все тащат все. Где бы ни были. Страна воров. В этом можно даже и не исповедовать, заранее сказать. Наложите пяти имени. Пяти имени нету. И поэтому священник отгубит себя и того, кого причащает. Главное, чаще причащайтесь. А Библия наоборот говорит нам. Готовься. Каждый день будь готов. Так, 4.37 в Второзаконии. И так, как Он возлюбил отцов Своих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел Тебя сам в великую силу Своей из Египта. И в Второзаконии 7.13. Как возлюбил и что Он нам это дает. Мы говорим о мудрости и премудрости. Она заключается в любви. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего, и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе. Притча Соломона 8.12. На голову раньше. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Где она, премудрость? Вот говорят, смотрите, как устроена Эпелева башня в Париже. Там 150, что ли, тысяч сочленений. Вот тогда открыл тайну. Моего ничего нет. Я просто взял у Бога проект. Билет. А вот галень ниже колена, и какая структура там есть, она отображается. Я там сделал сочленение. Больше ничего не взял. Останкину башню. Посмотрите, какая красота. Какая высокая не падает. Когда разобрались, оказывается, стебель пырея рассмотрели, и где какие сочленения взяли оттуда. Когда открываешь, думаю, да какая тайна. Мы каждый день видим это. Но это надо притворить было в творение рук человеческих. И то, что мы говорим сегодня, называя вот это изобретение, а вот этого не было. Ну, возьмите, радарная установка. В полной темноте. Я определяю движение. Летущая мышь до мной и обладает уже. В темноте заклеивали ей там, какие у них глаза, она одинаковая. Нитки натянутые в помещении, а на нити не задели. Ну, а подводная лодка? Подводная лодка. А куда же кик-то делся? Жуковский левый институт есть авиационный. Сколько он крыльев изрезал, узнать. В чем сила подъемная-то? Оказывается, верхняя часть крыла более длинная, она согнутая, чем нижняя. Значит, там скорость идет больше. Скорость больше, меньше давления. И 470 килограмм давления идет снизу на один квадратный метр. Больше ничего не сделали. Мы должны согласиться, что мы являемся самым высшим, самым премудрым творением Божьим. В лепоту обличайся. В какую? Вон, Сын Божий облегся в красоту человеческого тела. Когда говорят и читают. По сегодняшний день не знают, почему в нашем глазу все прямо смотрится. Они кверх ногами. А приборы, когда все так делают, показывают кверх ногами. Человеке 120 миллиардов клеток якобы, не считал. Но какое не возьми место человека. Все там место. Поклоны делаем земные. Приходит американец, обратился в православие и стал исследовать. Оказывается, все до одного сочленения в теле, в руках, всюду движения делают. Земные поклоны делаем. Все, самые высшие гимнастики. Итак, первая глава, притча, 20-я глава, до 20-го по 33-й стих. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедуют. При входах в городские ворота говорит речь свою. Да коли невежды будете любить невежество. Да коли буйные будете услаждаться буйством. Да коли глупцы будете ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было унимающего. И вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь в вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежь убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Премудрость состоит в том, которое сатана не может постигнуть. Он до конца сомневался. Ты ли Сын Божий? Сделай камни хлебами. Ты ли Сын Божий? Сади с креста. Вот в этом самая великая премудрость, которая непостижена, принимается только на уровне разума. Он взял наши грехи, и Он умер за нас. И умер не за нас, только живущих сейчас, а которые были при Нем, которые были до Него. Если было бы тысячи галактик, этой жертвы Христа хватило бы. Тайной является, как Адам один согрешил, и все люди умирают. В Адаме написано, все умирают. В нас семья смерть. Вот ребенок только родился, он уже приговор над Ним произнесен. Но у Него есть при жизни перейти на другую сторону и сказать, верю. Принимаю великую премудрость Божию, жертву Иисуса Христа, да спасет Он нас всех. Ему слава за все. Аминь.